приветствую всех искреннолюбящих господа иисуса христа хочу с вами поделиться о чудесных действиях господа сколько рассказываешь о господи все больше и больше хочется рассказать буквально все что он делал в твоей жизни да благословит господь каждого из нас аминь 1999 году я приехал в армению очередной раз по воле господней и я когда был в офисе церковной общины вдруг там весь ну худая весть что водитель одного знаменитого человека ударил машиной маленькую дочь нашего брата армена и она полетела в воздухе несколько метров упала было лопнуто перепонка ухо сломано ключица ребра многие поломки и ребенка бессознательно вот привели в больницу в офисе были два брата вместе со мною одного зовут ваник тумася другого зовут амбарцум амбарцум сейчас находится в америке он был помощником пастора рафаэля вот и я посмотрел на братьевым и троем решили поехать быстро в больницу мы поехали в больницу вошли туда на второй этаж и подошли к койке где лежал ребенок давление было 35 ребенок умирал я видел много трупов я видел войну я прошел эту войну и человек который умирает и несколько дней не похоронен его тело становится черным очень противно черным вот тело этого ребенка было именно таким амбарцум сам по душе как бы очень нежный человек сам по душе сам собой как бы очень нежный человек вот фаник тумасян он как бы более мужественный он видел такое многое в жизни в возрасте он человек хотя и тоже знаменитый в нашем городе когда амбарцум увидел вот этого младенца этого ребенка значит он сделал несколько шагов назад и сказал о господи иисусе а ваник тумасян остался на месте я отошел от ребенка пришел взял левой рукой за правую руку амбарцума я подвел привел к ребенку а ваник стоял с другой стороны кровати я положил мою правую руку на дитя и сказал эти слова смерть смерть повелеваю тебя именем господа иисуса христа выйди вон отсюда а потом сказал жизнь повелеваю тебя именем господа иисуса христа войди в нее и начал прославлять господа после этого мы вышли из палаты через короткое время доктор подошел к ребенку ребенок пришел в себя ребенок сел на месте доктор сказала ребенку высунь язык ребенок вы высунул язык и давление ребенка поднялась сейчас она уже я не знаю может замужем я не знаю где она находится я знаю что она уже здорово все хорошо в ее жизни вы знаете так прекрасен господь это не самое важное что господь меня или кого-то другого употребляет но самое главное смерть против которого вот весь мир дрожит а эта смерть боится меня и боится тебя тебя боится потому что ты сын бога живого смерть боится тебя потому что ты дочь бога живого это не ты должен или должна бояться от смерти это смерть должна бояться от вас, потому что вы дети Бога Живого. Бог всячески доказывает, что вы сверхъестественные личности. Вы рождены Христом Иисусом. Вы рождены в Царство Иисуса Христа. Ваши имена написаны на небесах, и это славно, слава Господу. Слава Господу, нам есть за что радоваться. Нам есть за что проставлять имя Христа. Есть. И мы, царственное священство перед Богом нашим, благодаря этому прекрасному Христу, Который решил вместо нас умереть, Который решил вместо нас принимать все это посрамление, унижение, Который решил вместо нас спуститься в ад и воскреснуть из мертвых, доказывая, что Он победил смерть и ад. Он победил, и у Него в руке ключи ада и смерти. Когда тебя окутает ад, не бойся. Не бойся. Твой Господь Христос победил и смерть, и ад. И вот эти адские силы, которые сегодня окутали тебя, ничего не смогут с тобой сделать. Тот Христос, Который поднял вот этого младенца, вот эту маленькую девочку Он поднял, Он может тебя поднять с любого падшего состояния. Если ты себя чувствуешь падшим, если ты себя чувствуешь одиноким или оставленным, помни, Бог силен в твоей жизни. Его сила никогда не иссякала в твоей жизни. Только замечай этот момент. Ты счастливый человек, поэтому тебя есть за что прославить Христа. Слава Господу за Его чудесные действия в нашей жизни. Аминь. Да благословит каждого из нас Господь. Бог любит вас и я люблю вас. Да благословит Господь. Оставайтесь с миром. Мир дому вашему. Аминь. он он подог Rev